Пятна на одежде исчезают сами по себе. Без воды и порошка, просто под воздействием солнечного света. Звучит как нечто невероятное, но это вполне реально. Такими разработками занимаются ивановские химики. Пропитанный особым раствором ткань приобретает уникальные свойства. Становится самоочищающейся. Эта пропитка, она достаточно простая. Нет необходимости, ну если мы говорим о внедрении этих результатов в промышленность, то нет необходимости модернизировать технологическую линию производства. Мы можем использовать уже готовующее предприятие, уже готовую технологическую линию, и внедрять непосредственно в нее. Вы пошли на вечеринку, нечаянно пролили вино или кофе, да? Вам достаточно пробыть около двух суток с этим галстуком или с этой блузкой на улице, да? Как пятно само по себе исчезнет. Мы на самом деле не изменяем внешнего вида и эксплуатационных характеристик бросца перед пропиткой и после соответственно. Такая пропитка выдерживает множество циклов стирки и безвредна для кожи. За рубежом у разработки есть аналоги, но для России это настоящее ноу-хау. Весь секрет в наночастицах. Вот в этой колбе содержатся триллионы этих частиц. Эти частицы, они определенным образом упакованы, они имеют определенную структуру. Именно эта структура этих частиц, да, их архитектура, так скажем, она определяет свойства конечного продукта. Проект успешен. Им уже заинтересовалось Министерство обороны. Но это далеко не все. Научные сотрудники Института химии и растворов готовы сделать прорыв и в фармацевтике. Мы получаем, грубо говоря, комплексы, которые позволяют не только повысить растворимость, но и другие важные фармацевтические свойства. Добились того, что подняли растворимость некоторых нестероидных средств в несколько раз, от двух до пяти. Сейчас эти соединения проходят проверку на патентоспособность. В перспективе возможен вывод на рынок. Одним словом, чем выше растворимость лекарства, тем выше его эффективность, и тем меньше необходима доза препарата. Внедрение такой разработки может привести к снижению стоимости лекарств. Таблетка будет меньше, лекарства там будет меньше, эффект будет выше. И поэтому, да, поэтому и стоимость понизится, потому что будет лекарство, требуется меньше. Казалось бы, между проектами этих химиков нет ничего общего, кроме их уникальности. Но это только видимость. Обе разработки основаны на изучении механизмов кристаллизации веществ. Сейчас стало понятным исследователям всего мира, фактически, что на основе изучения кристаллизации можно понять вообще, как рексруктуируется материя, как она упорядочивается. Потому что кристаллизация – это самый простой вид упридочения материи. Изучению процесса кристаллизации в научном мире уделяется огромное внимание. Изменить структуру окружающих нас веществ, тем самым их улучшив, перспектива крайне заманчивая. Разработки ведутся во всех ведущих лабораториях мира. Чтобы обсудить текущее положение дел и поделиться результатами проведенных исследований, ученые из разных стран и регионов собрались на международной конференции в Иванове. Конференция направлена на обмен мнениями в очень важных проблемах, проблемах образования кристаллов, механизме этого процесса. И каждый год под общим названием имеется свое специфическое название, поскольку проблема эта очень многогранна. И вот в частности в этом году тематика конференции будет направлена на изучение кристаллизации материалов нового поколения. Организаторы конференции отмечают – наука снова становится территорией молодых. Ротация кадров стала проходить довольно интенсивно. Ученых радует, что свежие разработки и смелые идеи появляются все чаще. Но на цельности следовательный результат подкрепляет также и возможность получить должное финансирование. Разрабатывать ученые благодаря своей личной инициативе и любви к науке. Если эта любовь совмещается с грантами, то никто против этого не возражает. У двух разработок ивановских химиков область использования уже определена. Идеей самоочищающейся ткани может найти достойное применение в оборонной промышленности. А возможность разработки лекарственных препаратов по новой технологии уже заинтересовала крупную фармацевтическую компанию. Ученые говорят, то ли еще будет. На перспективы развития российской науки надо смотреть с оптимизмом.